Слава Христу! Добрый день! Мы проповедуем Христа распятого воскресшего. Вы желаете больше узнать о Господе нашем? Расскажите. А у вас в Доме Евангелия есть? Нет. А в вашем городе храмы есть православные? Есть. Ну вот в любом храме можно купить Слово Божие. Я кратко вам только расскажу о том, что Христос приходил на землю Сын Божий. И людям показал, как надо правильно жить. Ну, мы православные христиане зашли сюда, чтобы рассказать благую вещь о Христе. Чтобы человек знал, как правильно жить и что ждет его после смерти. Рай и ад. Что изберешь? Рай. Рай. А что для этого нужно? Хорошо себя вести и грешить. Таких людей нету. Понятно. Поэтому на землю сошел Господь Иисус Христос и умер за грехи людей. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, будет осужден. Пойдет в огонь вечный. Вы это слышали когда-нибудь? Нет. А где вы живете в городе, православные храмы есть? Да. Ну, там вы можете купить Евангелие или Библию. Там подробно все написано. А почему в Евангелии от Матфея написаны такие вещи, что Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы сделать мир, а для того, чтобы сын взял вилы на отца. Ну, там, что, типа, ну, начали убивать друг друга, ну, в общем, что-то про это. То есть, там говорится так. Не мир принесся, но меч. И отныне в семье разделяется на двое. Сноха против матери и прочее. Это речь идет о духовном. Когда человек уверует во Христа, то другие будут бунтовать. И дом разделяется, естественно. По крайней мере, спасаются некоторые, которые хотят слушать. А сегодня чем люди живут? Одним днем. Коррупция, блуд, воровство. А Господь избирает такого человека, и он поступает по-другому, как Господь велит. И другим говорит, вы не делайте пакости, это все к вам вернется после смерти. Ясное дело, что дом разделяется. И он говорит, или уходи отсюда со своим учением, или будь, как мы, такие же. Вот такой смысл. Понятно. Так, еще что вам непонятно в Евангелии от Матфея? Да, там вообще какая-то ересь написано. Вот вам есть такие эти, там действительно какая-то ересь. Потому что нам, там в этом же Евангелии написано, что Бог для мира. Тут написано, Бог не для мира. То есть, ну вот это вот все тоже это. Ну, я вам ответил на это? Правильно, да? Ну, все равно как-то... Ну, это, видите, непривычно. Если бы вы этим жили, тогда вопрос даже не задавали. Но знаем, что если на корабле бунт, поднялись там против капитана где-то, а кто-то не согласился с этим и стал уговаривать. Вы помните, как Робинзон Круза? Да кто теперь виноват-то? Он говорит, не надо это делать, да вас всех повешают на реях. Так и получилось. А он говорит, я христианин, я не могу с вами быть, чтобы разбойничать, убить капитана, захватить корабль и теперь пиратствовать в мире, в море. Вот такой ответ мы можем дать. Верующий не пойдет на эти пакости. Его подбивают на это. Давай вместе вот ночью пойдем, тому где-то своруем. Он не пойдет на это. Были товарищи, уже разделяются. Он говорит, я не пойду на это. И ворованное продают. А все покупают дешево, он ворованное. А он не берет и говорит, этого нельзя делать. Ты видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями, сообщаешься. Бог молчал, ты подумал, что Бог такой же, как ты. А Бог говорит, я изобречу его. Представлю перед лицом его беззаконие его. Вот так и надо понимать, что это подвиг, когда человек не соглашается с плохим делом. Благодаря тому, что он уверовал. Ладно, спасибо большое. До свидания. Еще какие у вас вопросы есть? Больше нет. Нет, вы можете зайти на наши ресурсы богатые. Запишите YouTube. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком, оком. Глаз. Открытым оком во свете Библии. Можете поставить еще Игнатий Лапкин, это я. И вы найдете наш там YouTube. Там 13 тысяч роликов. На все темы. Как молодежи быть. Вот я начальник детского лагеря, был 45 лет, без помощи государства. Тысячи детей подняли. Строим деревню православную. У нас нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Ни одного развода нет. И вам это очень близко будет. А если вы пожелаете еще больше узнать, тогда к этим словам, открытым оком во свете Библии, подставьте сайт. Уже не YouTube будет, а сайт. И сайт этот откроется. И вы там увидите мои книги, 38 томов. Вы увидите там насчитанные 50 томов, я насчитал голосом своим. И Библия, и архипелаг, и гулаг, и все. И сердце ваше может расположиться к Христу. Ну ладно, спасибо вам большое. Слава Христу, выходите. А когда зайдете в YouTube, а вам что-то близко надо узнать, вы в Skype зарядите, Игнатий Лапкин, запишите. И вы в Skype меня найдете. Только чтобы было лицо открытое, никаких аватаров, ников, чтобы не было. Хорошо. Ну с Богом. У нас тоже. Храни вас Господь. До свидания. До свидания. Добрый день. Добрый день. Добрый, добрый. Мы проповедуем Христа распятого, чтобы люди получили спасение жизни вечной. Вы что-нибудь знаете из Евангелия о Христе? Считали Евангелие? А у вас в городе храмы есть православные? Нет, не знаю. Вы не знаете? Ну это можно узнать. Мы можем вам дать свои названия ресурсов. У нас на ресурсах все есть. Называется «Открытый воком во свете Библии». Мы проповедуем о Христе, как Господь умер за грехи людей, чтобы люди имели жизнь вечную. За гробом другая жизнь есть, когда придется отвечать за все, что делали. Никакой пьяница, блудник, коррупционер, он в рай не войдет, он будет в огне гореть, мучиться. Вы как проповедуете? Да, мы проповедуем так. Другой жизни-то нету. Бог одну жизнь дал. Ее надо прожить так, чтобы потом сказать «Я, Господи, принял тебя, ты за мои грехи умер, я преступник был». А Господь говорит «Твои грехи я взял на себя, только поверь в это». Он умер за нас на кресте 2000 лет назад. И придет скоро судить мир этот. Верующие знают из Библии, как мир закончится, какие еще впереди события должны быть. Интересно. Вот у вас какие вопросы могут быть, вы можете зайти на наш ресурс в Ютубе. Он называется «Открытым оком во свете Библии». Можете записать себе. А как называется? Открытым оком, глазом. Открытым оком во свете Библии. Вы запишите, а то забудете. Там 13 тысяч наших роликов. Вы только сейчас не курите, когда разговариваем, чтобы без курева было. Запишите. Открытым оком. Открытым оком, да. Во свете Библии. Во свете, свет. Во свете Библии. Записать можете. Во свете Библии. Да. И написать «Игнатий Лапкин, это я». И вам сразу откроется. Хорошо посмотрю. Если вы хотите узнать больше, тогда зарядите слово «сайт» с этими же словами. Сайт «Игнатий Лапкин». И там на нашем сайте вы встретите все. Мы строим деревню православную с нуля, где ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Ни одного развода живут люди. В государстве уничтожено 21 тысяча сел. Мы получили землю официально. И стали строить. Храм построили, школа государственная, дороги, пруды. Все за свой счет. За счет того, что держат животных, животноводство. Это Алтайский край. Потому что так жить, как люди сегодня живут, это не жить, а отживать. Все виноват правители. А надо не правителей винить, а самого себя. Исправься, и тогда у тебя по-другому пойдет. А вы находитесь в Алтайском крае? Да, город Барнаул, центр. Какие у вас вопросы еще есть для того, чтобы знать путь спасения? Не погибнуть. Смотрю на ваш сайт. Ну вот, сайт посмотрите. А с этими словами, которые я сказал открытым оком. Все, зарядите форум, зайдете на наш форум. Это огромные-огромные ресурсы. И там найдете поисковик, какие у вас нужны вопросы. А если что-то непонятно, зайдите в скайп. Зарядите Игнатий Лапкин. И мы с вами можем тогда поговорить. По скайпу. Рассказать еще больше вам. Потому что когда человек умрет, потом будет общее воскресенье всех. И Бог разделит налево-направо, как овец от козлов. Которые с левой стороны козлы пойдут в огонь вечный мучиться. А праведники, которые миловали нуждающихся, помогали, жили не для себя, не эгоисты. Господь скажет, войдите в радость господина своего. Я вот 23 года уверовал. И меня Господь провел такими путями, которые я даже во сне не видал. Меня советская власть гнобила. Я по тюрьмам шел. И мы все выдержали. Я вот начальник детского лагеря, лагерь православный. Без помощи государства. 45 лет. Тысячи детей подняли. А государство нас давило. А мы молились. Они ничего не могли с нами сделать. Понятно. До свидания. До свидания. Храни вас Господь. Во славу Божию. Добрый день. Мы проповедуем Христа распятого воскрешенного. Людям рассказать, как правильно жить надо. А откуда? Барнаул, Алтайский край. Привет. А у вас проповедуем Христа распятого воскрешенного. Мы рассвидетельствуем о Христе, чтобы люди правильно жили, приняли его. Вы желаете услышать побольше? Конечно, конечно. А у вас в доме Евангелие есть? Я тоже хочу услышать. Так ты что, не слышишь? Нет. Евангелие у вас есть дома? Евангелие? Да, Евангелия нету. Какая глава? Нет, какая причетная глава. А у вас в городе есть храмы? Храмы православные? Подожди, дядька, я погромче тут сделаю, потому что у меня дружок не слышит. Слышно? А ну, слышно? Слышно, да. Слышно? Во, у меня друг тоже слышит. Мы пропаганд... Нет, у нас есть, у нас есть, да, у нас есть, это, церкви, храмы. Вот сейчас построили у нас Березняка в городе, на Урале. Город Березняки построили у нас тут церкви хорошую. Ну, вы можете там купить Евангелие, и из Евангелия узнаете, что Христос приходил на землю и умер за грехи людей. И ждет людей с покаянием, чтобы люди к концу жизни были примиренные с Богом. Потому что за гробом будет другая участь, суд Божий. Ну, дядька, дядька, мы грешные люди. Ну, да, грешные, это не оставайтесь. Я грешный, я грешный человек. Ну, вот поэтому... Мой друг стопудово, но тоже грешный. Христос пришел, врач пришел, говорит, к больным, а не к здоровым. И так и Христос. Как обрести спасение, если мы грешные? Обратиться ко Христу и перестать грешить, уверовать. Принять Христа, принять крещение. Это невозможно грешить. Это возможно, возможно. Люди за день, за день, за один день грешат очень много. За один только день. За один только день. Я грешу очень много. Я кую сигареты. Я, это... Ну, много чего грешу. Я матерюсь. Я, конечно, я знаю, что я грешу. Но это пытность мою, вот это чуть ли не... Ну, я не скажу, что традиция там. Но я грешный. Я грешный человек. Как спасение такому человеку найти, если я каждый день грешу? Да вот я вам отвечаю на это. Христос... Я верую, я верую в нашего Бога. Ну, веру я грешу. Это не вера. Я ему... Вот я грешный человек. Когда вот пристану перед ним, я скажу, я грешил всю свою жизнь. Потому что я не мог не грешить. Почему не мог? Я не мог не грешить. Я постоянно грешу. Я... Маленькие грешки, маленькие грешки, но они накапливаются за целый день. Я вот за целый день нагрешу, блин, целую кучу грехов. Ну, как... Как спасение... Как приобрести спасение, если я каждый день грешу? Ну, вот... Я знаю, я верую, Господь есть. Я знаю, что Он нас любит. Вы... Вы... Я знаю, что Он простит мне мои грехи, но я каждый день грешу. Как... Как вот... Как спасение-то? Вы спрашиваете, как спасение, не слушаете. Я несколько раз пытаюсь вам сказать, а вы не даете. Говорите, говорите. Я вот сейчас могу вас выслушать. Я просто вам сказал... Ну, вот послушайте, послушайте. Вот разбойник рядом с Христом. На кресте был распитый. Два разбойника. Один. Я грешу, грешу. И над Христом стал смерт. Подождите, не курите, пока разговариваем. Так. А другой говорит, мы достойно получили, что нас казнят. А он праведный. Господи, помяни меня в старстве Твоем. Господь говорит, ныне же сегодня будешь со мной в раю. Надо раскаяться, и Бог даст силу, от вас эта шелуха вся отойдет. Христос пришел грешников спасать, а не праведников. Это хорошо, что вы это осознаете. Но выход... Я осознаю. Я осознаю, что я каждый день грешу. И мой друг каждый день грешит. Да. Ну вот так. Как нам быть спасенным? Покаяться, покаяться. Так мы каемся, когда мы грех создаем. Вот мы... Вот смотри, сигарету я покурил. Да. Я покурил. Это грех курить. Грех. Вы себя убиваете, самоубийца. Да, это самоубийца. Это грех. Вот как... А вот смотрите... Я не могу бросить курить. Я много раз пытался. Я вам отвечаю. Смотрите. У меня жизнь по длине вашей была. Я видел разных людей. Вот меня арестовали за то, что я верил, распространял Слово Божие. Я молюсь в камере, и за мной ночью становится 7-20 человек молятся. И они все вместе табак выбрасывают. Табак выбрасывают. И меняют свои показания. Становятся на другой путь. Я видел, как грешники делаются праведными. Они уверовали во Христа. У них не было сил бросить даже табак. И встали, когда все другое. Бог дает силу. Я вот про что хочу сказать. Я сам обратился в 23 года после армии. Когда Евангелие попало мне в руки. Я встал с колен, помолился. Я себя не узнаю, будто это другой человек. И когда вернулся в этот день на корабль, я стал другим говорить, живем неправильно. Надо жить для Бога. И видеть ближнего, всем помогать. Мне кажется, подожди, Бог... Батя, извини, еще разный вопрос. Сколько тебе лет? 80 в июне будет. 80? Мне кажется... Ты ВВЗ встал, да? Ну, я вам ответил на эти вопросы. Можете купить Евангелие, а можете зайти на наши ресурсы. Называется «Открытым оком» во свете Библии наш канал, видеоканал. Вы там найдете ответ на все вопросы. Я с тобой общаюсь. Я не лажу. Ну, ладно. Все пока с Богом. Мне кажется, в данный момент Бог не смотрит на нас. Все хорошего вам с Богом. Наверное, Вы желаете побольше узнать о Боге? Как веровать? Как приготовиться к вечной жизни? Да. Мы православные христиане проповедуем Христа распятого воскресшего. А у вас храм православный есть в городе? Мы в селе живем. Ну, мы тоже в селе. В селе у вас нет храма? Нет. Но вот когда в городе будете, пойдите в храм и купите Евангелие или Библию. И там есть молитва-словы. И Господь благословит ваш дом, чтобы было по-другому все. Евангелие говорится, кто будет веровать во Христа и креститься, спасен будет после смерти, в рай пойдет. А кто не будет веровать, осужден будет в ад, в огонь пойдет навсегда. Притом конца мучения не будет. И поэтому мы идем и людям говорим сегодня, чтобы они уверовали, приняли Христа как своего спасителя. Спасибо, дедушка. Да. А вам сколько лет? Да вот в июне будет 80. Ну, дай Бог вам здоровья. Спаси Христос. Мы идем людям, едем в дороги, где всем рассказываем о Христе. Потому что это время мирное скоро кончится. И мы по Библии знаем, какие события будут, какая будет война. Третье сейчас человечество погибнет. В Иерусалиме столица мира будет, одно государство на всей земле будет. А вера у вас какая? Православная. Православная. А вот иегова вера это что? Это еретики. Еретики. Они не крестятся, они Божью Матерь не признают. Они ангелам не молятся. Христос для них не Бог. А для нас Христос истинный Бог. Второе лицо Святой Троицы. Спасибо, дедушка. Если у вас будет больше желания узнать, вы запишите наш ресурс YouTube. Называется «Открытым оком». Запишите. Открытым оком. Запишите. Во свете Библии. Вот. И меня звать Игнатий Лапкин. И вы там поставьте Игнатий Лапкин. И выйдет наш ресурс. Там 13 тысяч роликов. А если вы так же напишите, но не YouTube, а сайт. Там наш сайт. И там увидите, как мы строим православную деревню. Я начальник детского лагеря был. 45 лет сам создал его. Где брали детей беспризорных и разных. 45 лет. Без помощи государства. А нас власти давили. Надо жить красиво, интересно и в бедности. Не роптать. У нас в семье вот было. Отец инвалид войны. Так вот руки не было. И 10 детей. 5 сыновей. 5 дочерей. И мы ни разу не слышали, чтобы мои родители ругали власть. Плохая власть. Или кто-то виноват. Бедно, но жили все здоровые. Мне вот будет 80 лет в июне. Я еще ни одной таблетки не съел. А в июне какого числа? 10 июня. Там Игнатий Ростовский чудотворец. Да. Вот. Если вы пожелаете больше узнать, зайдите в скайп. Скайп. И в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Это я, Игнатий Лапкин. И мы можем с вами поговорить там. Подробно. Тут много ты не наговоришь. Ладно, дедуль. Здоровья тебе. Храни вас Господь. Да благословит вас. Спаситель мира. До свидания. Мы, православные христиане, проповедуем о Христе, чтобы люди уверовали в Бога, жили по Божьим заповедям, приготовились к исходу из этой жизни, потому что там будет суд Божий, рай и ад. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на них. Так написано в Евангелии. Куда собрались идти? Плохо слышно у вас что-то? Поближе микрофон возьмите. Куда собрались идти? У вас в городе православные храмы есть? Есть. Ну вот пойдите, можете Евангелие купить, молитва слов, обратиться к священнику, какие вопросы. А если желаете со мной встретиться, у меня фамилия Игнатий Лапкин, вы можете по скайпу зайти или написать открытым оком во свете Библии. Это наш YouTube канал. Там 13 тысяч роликов. Как мы православную деревню строим. Все понятно. Ну я ближе к Лыковым. К мусульманам, наверное, ближе? К Лыковым. Вы не мусульманин? Нет, я говорю, ближе к Лыковым. Угу. Вот какие у вас вопросы, может быть, есть? Я могу вам... Лыковых знаете? Кого? Лыковых. Почему так у вас плохо слышно? Дед Клыков знаете? Клыков? Да. Это кто? Который скульптор? Нет, который старообрядчен. Не, я не знаю. А где он живет? Он уже жил. Он уже жил. Ну я не знаю. Сейчас нету. Сейчас Корнилий у них митрополит. Не, ну вы можете загуглить и посмотреть, кто такой Дед Клыков? Да нет. Потому что у меня и время-то на это нет. Мне уже 80 лет. Я опытом делюсь, потому что у меня другая жизнь была. Ну, я просто про свою жизнь говорю, что я ближе к этому. Вы говорите, я мусульманин, либо я в Христа верю. Я говорю, я ближе к Лыкову. Понятно. Старообрядчен. А, к Клыкову, которая на базе Агафьи, где живут? Да, да, да. А, я не понял. Я думал, Клыков. А Лыков, конечно, про Агафьи все написано. Песков писал в Комсомольской правде. И сейчас. Она сейчас одна. Я и Аман Тулеев помогал. Я не про Агафью, я именно про Деда Лыкова. Деда, да. Его Карпоси, поешь, звать. Что я именно ближе к нему. Ну, ближе, это вера одна. Поверь, поверь, поверь. Это православная вера. Православная, я согласен. Но вы меня спросили, вы, говорит, православный, я сказал, что православный. Да, 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 да. Но я говорю, что я ближе к нему, нежели к нашей вере. Вот сейчас нашу веру взять, да? Даже взять сейчас веру на Украине. Что там сейчас творится? Да. Это охренеть, что там творится. Там эту церковь взяли в Аполлон под власть и делают. Да. Там нету веры. Я не знаю, как народ там будет жить при такой вере. Ну, как жить, это можем сказать. Как при советской власти жили? Не, ну, при советской власти не было как бы... Какого не было. Я только в 87-м году освободился. Нас по тюрьмам гнали и гнали. По лагерям смерти. Я это все прошел. У меня гулаг за плечами. А сегодня никто не трогает. Мы с нуля православную деревню строим. Благодарю вам здоровья. Спаси Христос. И удачи во всех ваших начинаниях. Да примет Господь вашу молитву и нашу о вас. Да спасет вас Господь. До свидания. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...